Доброе утро. Сегодня будет очень ранний подъем. Точнее он уже состоялся. Сейчас вы узнаете почему. Сейчас вот буквально. Добро пожаловать на мой канал. Мы едем на Венодельный Кутман. Идеальный вариант передвижения по городу это электроскутеры. В основном я пользуюсь бинь-бином. Нашел возле дома, сел и доехал. Не надо ни такси, ни машины, не думать как тут парковаться, автобус, особенно если это раннее утро, либо поздний вечер, ничего не требуется. Мы приехали и загружаемся в автобус. У каждого свое место, в чем особенность, что чаще всего это касается и поездов тоже, что незнакомую девушку, не фасадист, незнакомую мужчину. Когда покупаешь даже билеты на поезд, световидный мужчина или женщина сидит. Так и в нашем автобусе. У всех было определенное место. И это удивительно. С одной стороны хорошая организация. Максимально чувствуешь себя комфортом. Почему нет? Так что нас впереди ждет 4 часа поездки на автобусе. Не бафля, а тут уже двигается, но это очень круто. Проезжали очень много вот таких вот болей с горевших подсомных. Но я так понимаю, что, скорее всего, этот капитал используется для производства масла. Приехали в город Шаркёй и сейчас идем к определенным семитам. Так как они, типа, как-то самые вкусные, по-другому приготовленные. Собираемся и идем все вместе. Вот сейчас покажу заодно улочки этого города. Короче, всем привет! Сейчас я запишу видео, а я буду с такой вот прическу, потому что здесь очень сильный ветер. У компании молодого человека организовалась поездка в город Винодельню. Поэтому мы сегодня встали так рано, поехали 4,5 часа. Сейчас расскажу момент организации. Нам сказали, сейчас мы зайдем в место, купим семиты, как после этого купили. И пойдем в сад, у нас будет завтрак. Ну, все супер! А оказывается, в этом саду, где кафешка, могут дать только чай. И все, даже кофе не могут дать, ничего. И по факту вот этот семит, который мы купили, и чай, да и есть завтрак. Сервис, так сказать, да? Не, чтобы сказать, например. Все, что вы купите, это и будет ваша еда на завтрак. Многие, например, гуляли семиты, забили у меня кружками чая. Потом нам сказали, сейчас есть возможность погулять. И вот по такому пирсу причал у нас есть возможность погулять. А ехали мы, получается, по мраморному городу, ближе в сторону Болгарии. Проехали в город Биреак. А потом в деревушку ниже, в такую, по факту, ну, деревушку, я бы так сказала. Куча флагов. И в самом центре, конечно же, Ататюрк. Ну, посмотрим, что будет дальше. Я вас буду держать. Здесь, конечно, нет, поэтому вы видите, при этом прическе ничего не осталось. Когда там и особо не было. Умиротворенный, тихий город. Вообще, Парк-парк. Там, конечно же, Татюрк. Вот там вот причал, где мы были. Трощадь. Вот там вот где-то, Гаден, то там сидят сейчас сотрудники, что-то обсуждают. Ну, для меня такое место, чтобы приехать и умереть здесь. Ну, буквально скучно. Проходили по этой улице, там как бы продают какие-то фрукты, овощи, магазины расположены. Но все в таком плачевном состоянии, что покупать не хочется. Ну, буквально. Знаете, что еще я хочу сделать один такой акцент? Что не в первый раз сталкиваешься с ситуацией, когда обещают одно, по факту другое. Вот это называется такой сервис. На меня еще так все смотрят, все, потому что тут на русском разговаривали. На единственное, турист вообще в городе, потому что сюда не думают, что кто-то вообще-то доезжает. Вот. Ну, такое себе место. Это хорошо, что называется, ну, как минимум, организовали, да, привезли, потому что сам бы сюда, ну, не думаю, что поехала бы. Очень-очень много взрослого населения такого лет 60-70, очень много. Следующая остановка, нам говорили, что ведут за сыром. Ну, как получается, дали ссылку в чат, типа, здесь машина, приходите. Но никто не сказал, что сыры-то здесь. В итоге, ладно, мы стоим возле автобуса, сыры здесь, приходите. Вкусные, действительно, сыры, можно все попробовать. С водорослями, гауда, с грецким орехом. Это похоже на нашу ветчину из свинины, только здесь из индейки все. Оливки, варенье, как вариант, короче, нормально. Но опять, организация очень страдается. Все, наверное, надо будет жаловаться на организацию, потому что только придя к автобусу, понимаешь, типа, вот, а вот они там были сыры. Вот. Сейчас покажу вам немного магазина. Здесь можно все попробовать, нарезать в огромном количестве. То есть, по факту, ты наедаешься, пока выбираешь, что ты хочешь. Вот разные варианты оливок, маслина, оливковое масло, джемы, из всего, чего угодно. На самом деле, вкусный. Запоминайте название магазина, если будете в этом городе. А вот мы и прибыли в место, которое было самым главным нашей поездки. Это в музей вина одного из брендов, который называется Кутман. Сейчас покажу, как здесь все внутри. Значит так, мы внутри. Первое, что сразу же на входе, это оливки. Можно попробовать хлеб. Натуральное оливковое масло, холодного отжима. А также два варианта оливка, оливок, очень вкусные. Дальше будет экскурсия, но она на турецком языке, поэтому их вина не понятно. Сейчас будем смотреть по оливковому маслу. Есть много вариантов. Цены буквально 3 литра, 260 литра и так далее. Потом идет вино, потом можно купить магниты и вот такие подарочные упаковки. Вино красное и белое с бокалом. Это два бокала, 524 литра. Цены приличные. Затем тоже выставлено вино с ценами. И все эти вины можно попробовать внизу. Отдельная линия. У них есть сладкий фин. Я ничего не видела. Можно купить маленький объем, можно купить побольше объем. Значит здесь это шелковица, дыня. Очень необычный, кстати, мне понравился, если честно. Вишня. Клубника. Клубника самый неприятный вообще вкус. И граната. Граната я еще пробовала в магазине, можно найти. Плюс вот такие вот совершенно маленькие варианты представлены. И в гранатовых несколько вариантов. Вообще они говорят, что нельзя сделать на 100% гранатовое вино, поэтому они мешают как-то с виноградом. То есть вот так соединяют. Но попробовать советую, почему бы нет. Тем более здесь вот дальше есть возможность дегустировать. И все эти сладкие вины можно продегустировать. Тут такие наборы поддаются за 208 лир. Получается вот. Три варианта. Плюс оливковое масло. Плюс, может быть, разные комбинации на вин находить. 208 лир. Это по факту там что-то 30 рублей. Потом уже начинается музей. Доเหствия. Продолжение следует... Здесь у нас такой уголочек представлен, здесь можно подойти, в дальнейшем сделать сфотографию, распечатать и получите вот такие вот бутылки с изображением самих себя. Здесь вообще как два-других входа. Вот там вот находится ресторан, где мы сейчас вот там нам виновки называли. Здесь есть фиксер, часть экскурсии. Также здесь есть столики, большие бочки. Представлено, с чего вообще начиналось виноделие. Какие вообще аппараты использовались? Данный бренд якобы с 1800 какого-то года, но по данных владельцев турецких именно, то 1956 информация здесь. И само собой, если вы хотя бы были на одной виндельне, и вам это все знакомое, то есть ничего такого нового, чтобы вас удивить, я думаю, что вы увидите. Увидите. Варианты, где вот пробки. Сейчас подойду, покажу. Из дерева краснует и потом вот таким образом выделяется. Много-много пробок. У меня дети собирают, кстати, пробки. Как вариант сувенира, но странный сувенир. Уже проще бутылку вина подарить, по факту. Сейчас мы проходим за другую зону. Она отдельно закрывается, если что. Здесь представлены вина, которые в 1993 году были собраны. Какие-то бутылки действительно полные, какие-то пустые. Вот такая цена. Где-то 100 рублей на белорусские деньги. Запах не звучит очень приятный. Вот здесь, собственно, и проходила у нас дегустация. Здесь выставилось огромное количество вина, которое захотеть попробовать. По факту, то, которое здесь представлено, можно было подойти и несколько раз попробовать. В одноразовые стаканчики не меняют, их наливают заново и заново тебе. Ну, в принципе, чтобы почувствовать вино, этого достаточно. Вот такое большое пространство. Мы купили по итогу вино. Вот, Акьюз Гезу. Посмотрим, какое оно будет по вкусу. Красное. Много наград на стенах. То есть, с ценами прописано. Большие и маленькие размеры. Все, что хотите. Вы здесь выбираете, потом идите на кассу и оплачиваете. Вот, как так это работает. В принципе, неплохо, но, опять же, например, как обычно, к вину подается, например, чтобы были еще там не только оливки и сыр, а хотя бы хлеб или там орехи. А то ты очень много сыра ешь, и в итоге это же прибивается. Ты уже просто чувствуешь что-то соленое. Но, как вариант развлечения, я определенно советую. Это интересно, необычно. Сделают вообще вино здесь несколько источек на мраморном побережье, на Игейском, там на юге. Ну вот, на мраморном побережье. Это Кутман. Очень даже неплохо, миленько все.